Ну вот это же натуральное скотство, да, когда вся страна сидит в самоизоляции несколько месяцев, когда нервы на пределе, когда люди теряют работу, в магазинах ценники просто пухнут на глазах. И при этом находятся люди, которые считают это время лучшим для себя, чтобы разжиться на чужом горе. Я говорю о мошенниках, которые обзванивают людей по телефону и пытаются под видом сотрудников разных банков выманить личные данные и украсть деньги с банковских карт. И ведь у них это получается. Просто сейчас статистика этих случаев, статистика обращений в банки обманутых людей, она просто в разы увеличилась по сравнению с обычными временами. И ведь покупаются многие. Почему? Потому что эти люди чаще всего представляются сотрудниками самого популярного в стране банка, Сбербанка. Они говорят, мы из службы безопасности, мы из отдела по работе с какими-то клиентами. Выдумывают какую-то чушь. Вы вот когда расплачиваетесь с покупками в магазине, как утилизируете ваш чек? Вы его просто выбрасываете? Что вы с ним делаете? Какие-то необычные вопросы. Не помню такого, чтобы задавали. Да, смотрите, просто в вашем чеке, то есть при покупке, в чеке есть уникальный код клиента. Не все о нем знают. По уникальному коду клиента можно восстановить доступ к вашему личному, то есть онлайн-банкингу. Вы что с чеками делаете? Вы их выбрасываете? Вы ранее посещали такие магазины, как «Нудник», «Пятерочка», «Перекрестка», «Кошан». Дело в том, что данный магазин находится у нас в черном списке, так как там установлены старые агрегаты, которые способны читать ваши данные. Иван Владимирович, сейчас по вашей банковской карте происходят мошеннические манинации. В данный момент я предлагаю ваши деньги перевезти на очейку временного хранения от двухпакторной защиты, чтобы отвязать третьих лиц от вашей карты и учетной записи. Они реально несут ерунду, выдумывают несуществующие банковские термины, но самое главное, как они втираются в доверие, это они говорят, «Мы вам сейчас, для подтверждения вашей личности, пришлем смс-ку с номера 900». А все знают, что с номера 900 могут прислать только сотрудники банка смс-ку. И ты действительно получаешь от них смс. И после этого они у тебя выманивают остальные данные. Ну, у более доверчивых людей у меня не получилось. И я решил рассказать вам, как они это делают. Есть три очень простых варианта, как любой человек может очень быстро и просто отправить любому другому человеку смс-ку с номера 900. Я надеюсь, вы подписаны на канал. Если нет, то подпишитесь. Поставьте этому ролику лайк, щелкните на колокольчик, чтобы не пропускать другие ролики. И напишите сейчас прямо в комментарии, звонили вам такие мошенники этой весной, этим летом или нет. Как они вас пытались развести? Что говорили? Пусть другие люди, которые будут комментировать это видео, прочитают вашу историю. Как они с вами разговаривали? Что вы им ответили? Эти истории бывают иногда очень смешные, когда люди сами разводят этих мошенников на очень долгий разговор. Оставайтесь, пожалуйста, немножко на линии, проверяем подразделение, хорошо? Да, хорошо, жду. И существует еще много баек, что им нельзя говорить «да» и так далее, и так далее, и так далее. В общем, все вот это можете написать здесь внизу. Я обязательно все это тоже прокомментирую и включусь с вами в общение. Сначала расскажу о той схеме, когда мошенники присылают смс-ки не с номера 900, а с номера, который очень похож на номер 900. Вот посмотрите пример. Здесь кажется, что здесь 9 и 0, 0. На самом деле это девятка и две буквы О. О, как это делают мошенники? Все очень просто. Любое юридическое лицо может у любого сотового оператора в нашей стране заказать такую услугу, как автозамена номера. Все чаще и чаще компании пользуются этой услугой для того, чтобы потенциальные клиенты, которые получают от них смс-ку, видели не номер в цифрах, а название компании сразу. Ну, все получали эти смс-ки от Литуаля, от Спортмастера, еще миллиона других компаний, надоедающие, которые у меня стоят в блоке, в спаме и никогда до меня уже больше не доходят. Так вот, и кто-то очень умный и очень воровитый просто назвал свою компанию 9.0.0. Услуга эта стоит 10 тысяч рублей в месяц на Билайне. Ну, там миллион пакетов, но ценник примерно у всех операторов вот такой. Естественно, эти затраты отбиваются с парочки обманутых пенсионеров, которые в испуге, прижатые к стене липовым сотрудникам банка, сдают с потрохами все данные своих банковских карт. Как узнать такую подставу? Очень просто. Во-первых, эти смс-ки приходят в другой чат, не тот чат, который у вас был с официальным Сбербанком. Во-вторых, эти буквы О, они шире, чем нули. Просто они больше, толще. В-третьих, номер Сбербанковский выглядит как 9-дефис-00. Но из номера 9-дефис-00 тоже можно очень легко прислать вам смс-ку. Сейчас расскажу как. Итак, смотрите, вот на этом телефоне, телефон не мой, потому что у меня нет карты Сбербанка, это телефон моего оператора. Вот, здесь есть переписка со Сбербанком. Номер 9-дефис-00, все честно, чат со Сбербанком. Вот, они сюда присылают всякую информацию, смс-ки о доходах, тратах и так далее. Представили, что сюда звонит мошенник и говорит. Добрый вечер, на ваш банковский счет покушаются грабители. Прямо сейчас они хотят увезти с вашего номера все деньги, совершают переводы на Кипр, в офшоры, в Африку и Новую Зеландию. Нам нужно их остановить, для этого нужно подтвердить вашу личность. Ты говоришь, да, конечно, я не хочу, чтобы мои деньги куда-то улетели и в чью-то, в чужую копилочку капнули, поэтому давайте подтверждать. В испуге в 6 утра тебе позвонили, например. Во-первых, они спрашивают, корректно ли вам, Олег, приходят смс-ки с номера 900? Ты говоришь, да, конечно. Они говорят, хорошо, откройте этот чат, сейчас мы вам пришлем пин-код для подтверждения вашей личности, что связь установлена, что это вы именно нам отвечаете. Ты говоришь, окей, ты, значит, смотришь в этот чат. А что делают мошенники в это время на другом конце трубки? У них открыта страничка Сбербанк Онлайн, где они выбирают такую функцию, как заказать моментальную карту онлайн, оформить заявку. Кликаем заказать онлайн, выбираем любую карту. Здесь предложено ввести какие-то данные для заявки на получение данной карты. Внимание, данные вводятся, вообще любые. Любые. Придумываем их просто от головы. Нужна какая-то болванка. Ну, естественно, Сбербанк предлагает Иванов, Иван, Иванович. Имейл набирается тоже абсолютно из головы, от него не нужен доступ. То же самое делаем с паспортными данными. Внимание, вводим номер от сим-карты в этом телефоне. Все данные выдуманы, кроме мобильного телефона, потому что мы звоним именно на него. Нажимаем кнопку «Далее» и засекаем время. Вот. Прошло 2 секунды. Пожалуйста. 2494. Пришел пин-код. Естественно, мошенники хотят найти того человека, наткнуться на того, который не прочитает в этой смс-ке ничего, кроме тех самых цифр. Он сказал ему «Прочитайте пин-код» и тут будет 2494. Но выше-то написано, что заявка на выпуск дебетовой карты. Это банально, просто, элементарно. Кто-то скажет даже «Тупо», «Очевидно». Но, блин, это работает. Этот вариант разобрали. Есть вариант еще проще. У Сбербанка все того же есть такой сайт «Дом Клик». Это вроде агентства недвижимости. Мошенникам всего это и надо. Зайти на главную страничку сайта «Дом Клик». Нажать регистрацию, ввести номер телефона. Ввожу тот же самый телефонный номер. Нажимаем кнопку «Продолжить». Еще один клик «Принять и продолжить какие-то условия, какие-то соглашения». Оп! Секундное дело! И вам пришла еще одна смс-ка в тот самый чат. И вот у нас уже с разных ресурсов в этом чате две смс-очки. И, естественно, снова напуганный человек может не прочитать всю информацию, которая там написана. Если мошенник грамотный, он говорит вам, сейчас придет запрос на подтверждение ваших персональных данных. И вы читаете последнюю строчку, тут написано «Согласие с условиями обработки персональных данных». То есть в голове все это мозг быстро склеивает у напуганного человека, естественно. И это срабатывает на то, что это дом клик. Многие вообще не знают, что это такое. Может быть, это служба безопасности так называется. Ну, короче. Вот. Вот так все это элементарно делается. И доверчивых людей вот так вот и разводят. Я показал вам всего три варианта, как мошенникам удается отправлять смс-ки, похожие на номер 900. Или прямо смс-ки в тот самый чат по номеру 9000. Проще говоря, 900, но официальный сбербанковский. Дальше их работа, в общем-то, втереться в доверие, уговорить вас продиктовать 16 цифр с лицевой части карты. Потом те самые цифры, которые дают им доступ к вашему банковскому счету. Вы помните код подразделения вашего банка, который выдал вам карту? Если же нет, он указан у вас на обороте вашей карты под магнитной лентой 3, либо же 7 цифер. Озвучи, пожалуйста. А мне же говорили, вроде, что вот этот номер никому нельзя говорить. Нет, это код подразделения. Он является отменой данной операции, чтобы мы отмедили корректор ваши переводы, которых вы не производили. Понимаете? Как себя обезопасить? Запомнить несколько простых правил, которые выдают мошенников с потрохами. Во-первых, очень часто они получают базы данных, где-то их покупают, воруют, без отчества. То есть они знают, что вас зовут Олег, или там Иван, или Наталья, и фамилию. Те данные, которые написаны на лицевой части карты. Если не сказали отчество, значит это мошенники. Второе правило. Вам могут позвонить, зная и имя, и отчество, и фамилию, и адрес, потому что данные утекают отовсюду. От кабельных операторов, от самого Сбербанка, из разных магазинов. Миллион приложений, где мы оставляем свои фамилии, имя, отчество, и так далее, и так далее. Адрес прописки, и может быть многое известно. Так вот, главное запомнить второе правило, что если звонят вам, то никакие персональные данные у вас спрашивать не могут. Что вы должны сделать? Сказать, я сейчас перезвоню в банк сама. Или сам. И все. Вешаете трубку, перезваниваете в банк и говорите о своей проблеме. Проверяете все операции, просите сотрудника банка сказать, есть ли какие-то подозрительные операции, проверить, есть ли движения по счету, о которых вам говорили подозрительные люди. Вот и все быстро вскроется. В-третьих, хотя с этого можно было бы и начать, из банков вообще почти никогда не звонят. Тем более из Сбербанка. Ну вы, серьезно, из Сбербанка позвонили и позаботились о вас? Это очень сомнительно. Даже из других банков звонят редко. Если у вас карта блокируется, или алгоритм понимает, что у вас какой-то платеж неправильный, он вас об этом известит. Если даже у вас деньги ушли, то у вас есть 10 дней на то, чтобы написать в банк заявление, и вам эти деньги вернут. Потому что это прокол службы безопасности банка, не ваш. Вы доверили свои деньги банку, и банк эти деньги должен защищать. Вы за это платите комиссию, за обслуживание банковской карты, счета и так далее. Поэтому в течение 10 дней просто пишите заявление в банк, и вам эти деньги обязаны вернуть. Но это не сработает только в одном случае. Если вы сами добровольно продиктовали мошенникам по телефону все личные данные, и с обратной стороны карты все вот эти коды, то, увы, это ваш прокол, ваша вина, и ваши денежки теперь звенят в чужой копилке. Я не хочу, чтобы это видео ни в коем случае стало инструкцией для мошенников, и прошу вас об этом не писать в комментариях, потому что мне кажется, что все, кто этим занимается, они знакомы со всеми этими банальными схемами. Найти объяснялки такие и статьи проще некуда. Если какие-то школьники сейчас начнут этим заниматься с моей подачи, это грустно. Но я надеюсь, что гораздо больше людей с вашей помощью, в том числе, если вы будете рассказывать об этом видео или просто пересказывать его смысл, узнает, как не попадаться на удочку этих свиней. Вот, поэтому ролику лайк, вам лайк за просмотр, еще один, если поделитесь этим видео со своими друзьями, если рекомендуете им мой канал, скажите им, подпишись на Олега, он рассказывает нужные, полезные вещи, он заботится о нас. Ну и, конечно, на канале есть много других полезных видео, я очень советую вам их посмотреть, вот можете нажать на это, или вот на это тоже можете нажать и прям перейти и посмотреть. Все ролики короткие, много времени не отнимают, но они очень полезные и я очень старался. Все, пока.